В эфире программа Персона Грата. Здравствуйте! И речь сегодня пойдет о книгах. Все мы знаем, что книга лучший подарок. Я абсолютно уверен, что 250 книг – это подарок в 250 раз лучше, а 10 тысяч книг – это подарок в 10 тысяч раз лучше. Здравствуйте, Вадим Дача. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рады быть сегодня с вами. Итак, мы сегодня будем говорить о первой русской электронной книге. Но поскольку товар хоть и новый, но уже популярный, хотелось бы, чтобы вы раскрыли секрет. Почему с такой скоростью скакнула популярность этого устройства? Электронная книга, особенно джетбук, она отвечает всем идеям и всем мечте человечества, читающего человечества. Иметь всегда библиотеку с собой, читать что угодно, когда угодно, где угодно, в любой момент. Не надо держать библиотеку, не надо стирать пыль, не нужно место. Достаточно, вот, демонстрирую, положить в карман пиджака, и у вас с собой может быть действительно 10 тысяч книг. Не оттянули я этим 10 тысячами книгами карман. Что за параметры, что за размеры и вес? Вес 200 грамм, ну, скажем, быть совсем точным, 215 грамм, то есть это весит, скажем, ну, как очень средняя маленькая книжка в бумажном переплете. 215 грамм. Размеры 15 сантиметров на 11 сантиметров, и толщина примерно 0,4 сантиметра. И при этом она легко помещается в карман, в пиджака, в карман брюк, в дамскую сумочку. Как я сказал, вы можете, самое главное, вы можете ее носить всегда, в любой момент она с вами, в любой момент с вами, в ваша библиотека. То есть, если вдруг вы, я не знаю, ехали куда-то, там, в трене, или вы пришли к врачу на 2 минуты, а попали в очередь и просидели там полчаса, это время не будет для вас потеряно, потому что вы с собой принесли в свою библиотеку, вы можете почитать что угодно в любой момент. Единственное, если уж мы продолжаем сравнение с книжкой, привычной для нас, то понятно, что и формат выбран приблизительно поле, читабельное такое поле, оно выбрано с расчетом по отношению к привычной для нас книге. Но вопрос удобства, вопрос тех качеств, которые заложены в JetBook. Ну, смотрите, ну, допустим, она же включена, включается она следующим образом, тут кнопочка, нажали, она включилась. Вот первое меню. Настолько мне говорят, это, наверное, очень сложно, это практически... Ну, да, когда вы говорите, что 10 тысяч книг не умещается, я не думаю, что человек будет загружать 10 тысяч книг, но даже и 500 книг в них надо разобраться. Это библиотека. Да, да, библиотека. Вот первое меню. Книги, аудиокниги, картинки, настройки. Вот выбираем книги. Вот таким образом вы нажали клавишу, и таким образом мы выбираем список книг. Вот он уже появился. Вот список книг. Идут номера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь идут список авторов, названия авторов. Если вы хотите, вы можете создавать не по автору, мне привычнее работать, как бы, именно иметь имя, фамилию автора. Вы можете набрать художественную литературу, или детективы, или сказки для детей. То есть сформировать эту библиотеку вы можете по собственному желанию. Ну вот выбирайте, в данном случае, я выбрал, например, Бушков, России, которой не было. Вот нажимаем клавишу 1, и сейчас откроется эта книга. И вы, друзья мои, сможете, во-первых, вы, конечно, сможете читать ее сразу. Нюанс, который мне очень часто задают, о котором часто приходится говорить, это то, Вадим, скажите, пожалуйста, размер большой, шрифта, большой размер. Ну так и скажите. Я так и скажу. Размер на ваше усмотрение, друзья мои. То есть когда это не книга, это электронная книга. Поэтому когда вот, вот смотрите, вот вы получили, вот у вас размер такой. Он мелковат. Мелковат. Мне лично мелковат. Я иногда читаю без очков. Поэтому для меня, когда я читаю без очков, это мелковато. Вот берем, нажимаем эту клавишу, и у вас появляется список. Ну то есть размер выбираем. Да. Выбираете размер. Вот так видно. Вот отсюда я уже вижу, даже могу читать. Вот вы начинаете листать. Нажимаете эту клавишу. Нажимаете эту клавишу, чтобы вверх. Все понятно, да? Пока ясно, да? Если вы хотите, если вы держите одной рукой, вот так, например, вы листаете, вот так вы держите, вы листаете при помощи этого рычажка. Ну можете эти клавиши нажимать. Ну вот, например, вы едете в метро, держитесь за порученье, вот нажимаете вот таким вот образом, нажимаете вот это. Листаем. Если вам совсем уже лень, вот вы лежите на диване, лицом вниз, и перед вами вот так вот на полу лежат. Вот это про меня, да, лень. Да, лень. Включаете автоперелист. Вы примерно представляете, с какой скоростью вы читаете, допустим, каждые 5-6 секунд джетбук будет сам для вас перелистывать страницу. Я, например, включил, читаю большую толстую книжку, читаю. У себя в обычной книжке я привык, я читал, 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 сунул закладку, и я знаю, открыл на следующий день или через пару часов, и с того места, где закончил, продолжил читать. Как быть здесь? Здесь все то же самое. То есть мы не старались сделать что-то принципиально новое вообще. Закладку. Вы привыкли делать закладку. Ну, с джетбуком там не надо делать закладку каждый раз. Почему? Потому что вы читали, читали, читали толстая, толстая книга, все, устали читать, хотите, ложитесь спать, просто выключайте. Джетбук запоминает то место, на котором вы остановились. А я хочу вернуться, перечитать страницу. Вкусный текст. Вкусный текст. Обожаю. Вы знаете, вот совсем, до чего хороший вопрос. Читал Роберта Масси, уже прочитал, Николая Александра. Я читаю одна из самых лучших книг о царе Николае II и Александре Федоровне. Вот, она не написана без эмоций, то есть, как бы сторонний наблюдатель, но неважно. Почти прочитал. Там есть замечательные, у него вообще феноменально совершенно идет описание определенных моментов. Например, у него описывается императорская яхта-штандарт. Это императорский поезд и так далее. Эти моменты можно перечитывать снова и снова и снова для развития слушателей. Я так читаю очень многих хороших писателей, поэтому как быть здесь? Вы можете выбрать страницу, то есть, давайте, вот нажимаем эту клавишу, вот такую, да, вот эту клавишу, да. И тут вот есть вариант словарь найти, например, найти или перейти. Давайте сначала перейти. Можем перейти к странице. Например, наберем, я не знаю, 30, страницу 34. Вот, набрали страницу 34, нажали, хлопнули, 34-я страница. Если вы не помните, на какой странице вы оказались, то вам нужно выбрать функцию найти и набрать просто слово. Вот при помощи этих клавиш вы набираете. То есть, так же, как в интернете поиск по слову, поиск по цитате. Если вы помните всю фразу, это еще лучше. Например, я помню, я набрал слово штандарт, императорская яхта называлась штандарт, я набрал слово штандарт. И там было несколько названий, вот в какой-то момент я нашел вот именно этот конкретный раздел текста. Вот вы сейчас, когда показывали экран, сказали, словарь для чего? Для чего? Дело в том, что джетбук позволяет вам читать тексты не только на русском языке, но и на английском, вообще на всех европейских языках. Это понятно. И для чего словарь? Вы знаете, Петр, я, как сказать, благодаря джетбуку я стал очень много читать, наконец-то. То есть, у меня появилась возможность читать в любой момент. Я очень люблю, но, конечно, не было времени, книжку с собой не будешь таскать. И был такой, я не знаю, может кто-то знает, Петр Рутенберг. Это эсэр. Ну, тот, который, эсэр, который организовал переговоры с попом Гапоном. Вы знаете, совершенно верно. Именно он, Миша, именно он. Это переговоры с отцом Гапоном, который его раскрутил на этот исторический разговор, в результате чего эсэры потом повесили отца Гапона. Но, тем не менее, Петр Рутенберг, он еще ко всему прочему, кроме того, что он эсэр-террорист, он еще и один из основателей государства Израиля. Продолжение следует.